Хукат Особенный красной коровы, пепел красной коровы очищает евреев от самой тяжелой скверны, от скверны от прикосновения к мертвецу. И в нашей главе говорится про удивительные вещи. Это испытания Моше и Аарона, самых великих руководителей еврейского народа. Почему? Потому что неожиданно для всех умирает их сестра Мильям. И так же, как для всех, закон о пепле красной коровы, о самой красной корове – это тайна. И самый великий мудрец еврейского народа Шлома Амелех, он сказал, я исследовал все заповеди Туры, и мне казалось, что я их постиг. «Пока я не подошел к тайне красной коровы. Я попытался ее исследовать, и она далека от меня. И тогда что открывается?» – говорит Шлома Амелех. Тогда и вся Тора непостижима. Человек делает усилия. Он хочет постичь тайны Творца. Но это одна из тех заповедей, которые мы не можем постичь. Хука-ха-какти. Как бы я вывел этот закон, как бы пробил насквозь камень. Это закон о красной корове. И рядом с ним в Торе находится рассказ о смерти великой праведницы Мирьям, за заслуги которой у еврейского народа был колодец, из которого евреи пили на протяжении сорока лет пустыни. И в нашей же главе говорится об испытании Моше и Аарона. Испытании Меймерива, сводами распри, когда спорил еврейский народ с Творцом. Все тайна. Одна из самых великих тайн Торы, говорит Рамбан. Но почему Тора рядом ставит рассказ о смерти Мирьям? Событие смерти Мирьям происходило на сороковой год перед входом в страну. А про красную корову сказано на втором годе после входа из Египта. Почему же они стоят и рядом? И говорит Раше, точно так же, как пепел красной коровы очищает, так смерть великих праведников очищает и защищает весь еврейский народ. Но вопрос остается открытым. Все женщины, которые вышли из Египта, все эти женщины-праведницы вошли в землю Израиля. Почему же вдруг, неожиданно, умирает Мирьям? Так почему же она, которая возглавляла всех женщин, неожиданно умирает? И это тайна, которую открывает нам связь глав, трех глав. В главе «Пошли и шлах» говорится про испытания всего еврейского народа. Они послали разведчиков, и десять из них оклеветали землю. Но колено Леви не послало разведчиков. И вот Корах, один из самых важных людей из колена Леви, тот, кто несет ковчег завета, он получает пророческое видение, что от него происходит великий пророк Шмуэль, который в своем поколении, как Моше и Арон, вместе взятый. И тогда он понимает, что он должен требовать для себя высокого положения. И он получает свое наказание. И вместе с ним вся община, которая присоединилась к бунту против Моше и против Творца. И вот сейчас наша глава «Хукат» – это испытание Моше и Арон. Но как это происходит? Именно потому, что умирает неожиданно их старшая сестра Мирьям, и исчезает колодец, скала, из которой они пили воду на протяжении сорока лет. И вот возбужденная толпа приходит к Моше и к Арону и говорит, что вы хотите уморить такой страшной смертью весь еврейский народ? Дайте нам воду! И Творец говорит Моше, возьми свой посох. А мы помним, этим посохом он уже выводил воду из скалы. И говори к скале, и услышит она твое слово, и даст воду всей общине. И выучит они очень важный урок. Это место называется Меймей-Рива – воды раздора. Потому что спорили, бунтовали сыновья Израиля по поводу этой воды. Моше говорит, что я могу вывезти воду из той скалы, из которой сорок лет выпили воду. Но, говорят евреи, из этой скалы, конечно, ты можешь вывезти воду. А из любой скалы, из любой скалы, которая есть здесь, из любого камня, ты можешь вывезти воду? И тогда Моше говорит, из этой скалы вывезти вам воду, бунтовщики. И выбор, и испытание, которое стоит перед Моше. Вывезти воду именно из той скалы, о которой сказал Творец. Либо в чем-то нарушить его волю. И осветить его имя тем, что из любой скалы можно вывезти воду. И он ударяет по скале, которую указал ему народ. И начинает медленно капелька за капелькой течь вода. Что ты нам слезы выводишь, а не воду? И тогда Моше берет посох и ударяет еще раз. И поток воды смыл на смешников. И община получила воду. Но Творец сказал Моше и Аарону. За то, что не осветили вы мое имя перед всеми, вы не войдете в страну. Понятно, что, за что, какое наказание получает Моше. Но Аарон, Раша говорит, он его не остановил. Все непонятно, все тайно. И точно так же, как смерть Мирьям, причина ее, это тайна, как тайна красной коровы. Так и здесь спорят мудрецы, что именно нарушил Моше. Почему он ударил, а не говорил. Почему он разгневался, а не мягко говорил с этими бунтовщиками. Говорит Рамбан, это великая тайна. И открывает наши мудрецы, что Моше, Аарон и Мирьям, которые были главами этого народа, народа, который они вывели из Египта, народа, поколение, которое получило Тору. Они не могут войти в страну без своего поколения. И сказано, в будущие времена будет оживление всего поколения исхода. И во главе их будут Моше, Аарон и Мирьям, и они введут это поколение, умершее в пустыне, землю Израиля, чтобы это было поскорее в наши дни. Субтитры создавал DimaTorzok